Плюс почти 500 миллионов евро на вооружение Украины Но это не новость Новость в том, что закупку оружия спонсирует Европейский фонд мира Подчеркну, фонд мира Организация по сути должна разоружать, а она туда же Здесь даже фраза «хочешь мира, готовься к войне» не подходит Потому что Украину вооружают целенаправленно, чтобы убивать русских Убивать русских сначала на Донбассе, а потом как карта ляжет По легенде, фонд мира на практике спонсор терроризма Но Европейскому фонду мира можно, потому что вы не понимаете Это другое А с вами я, Ксения Лебедева, здравствуйте 21 июля Советом Европейского Союза принято решение Довооружить Украину летальным оружием на сумму 490 миллионов евро Читая то самое решение, четко прослеживается прошлое перечисление Нужно сказать, что Европейский фонд мира не стесняется выделять деньги тем, кто занимается геноцидом Тем, кто 8 лет утюжит артобстрелами города Донбасса Вот то самое решение 28 февраля 2022 года Совет принял решение Которым был установлен размер ориентировочной финансовой помощи Сумма в размере 450 миллионов евро Предназначенная для финансирования поставок вооруженным силам Украины Военной техники платформ летального характера 23 марта сумма увеличена до 900 миллионов евро 13 апреля до 1 миллиарда 350 миллионов евро 23 мая до 1 миллиарда 840 миллионов евро На текущий момент сумма финансовой помощи должна быть увеличена еще на 490 миллионов евро Итоговая сумма с 28 февраля пожертвованная фонда мира для вооружения украинских головорезов Составила почти 2,5 миллиарда евро Только представьте, почти 2,5 миллиарда евро от фонда мира на убийства русских живущих на территории Украины Сегодня фонд мира известно, что он спонсирует терроризм на Украине И выделил для вооружения Украины летальным оружием Летальным оружием, благодарю вас 2,5 миллиарда 2,5 миллиарда евро Почти 2,5 миллиарда евро Как вы к этому относитесь? Это нормально? Вы считаете нормально спонсировать терроризм на Украине и убийство русских? Это же геноцид Это спонсирование Евросоюзом геноцида Вы считаете это правильно? Нет, извините Как вы считаете налогоплательщики, граждане Евросоюза Как они относятся к тому, что их деньги сегодня идут на войну в Украине И чтобы Украина убивала русских Украина убивала русских детей Как вы считаете налогоплательщики Евросоюза к этому хорошо отнесутся? Они вообще в курсе? Их спрашивали об этом? Хотят ли они спонсировать терроризм на Украине? Госпожа Шольц, я вам задала массу вопросов в различных вариациях Вы до сих пор не ответили ни на один Как в этой ситуации мне нужно подавать информацию? Расскажите мне, пожалуйста Для себя я не могу это никак объяснить, потому что название Европейский фонд мира и финансирование вооружения Украины летальным оружием противоречат друг другу Объяснить это не могут и мои коллеги Да вообще у нормальных людей эти две вещи это как бомбить беззащитных А потом рассказывать, что это не бомбежка Мы так их спасали Мол, на том свете лучше? Понимаете, о чем я? Так вот, я и моя команда решили напрямую узнать у еврочиновников, понимают ли они, что спонсируют террористов Ведь украинскую армию и ее отношения к гражданским по-другому и не назовешь Понимают ли еврочиновники, что таким образом легализуют финансирование терроризма? Для начала мы отправили официальные письма трём персонам Итак, Петр Стан, ведущий пресс-секретарь, верховного представителя Евросоюза и Европейской службы внешней связи Именно он транслирует мнение ЕС в отношении Беларуси То еврочиновники не понимают причины ликвидации Беларусской ассоциации журналистов Структуры, проплаченные из-за границы и направленные на дискредитацию и разрушение Беларуси То требуют освободить тех, кто организовывал в 2020 году несанкционированные митинги И пытался насильственным способом сменить власть в стране Направленность понятна Набила Масрали, заместитель Петра Стана Она на тот случай, если не удастся связаться с ее руководителем И Байба Алексею Котовареса, член кабинета Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля По вопросам Восточной Европы, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ На экране вы можете увидеть письма и адресованные им вопросы Не важнее ли деньги налогоплательщиков стран ЕС тратить на укрепление собственной продовольственной и энергетической безопасности Если Европейский фонд МИРОТ направлен на поддержание деятельности своих миссий и операций, то не является ли выделение денежных средств подтверждением вашего участия в вооруженном конфликте на Украине, хоть вы и декларируете обратное? Вы переживаете за поставки зерна из Украины, при этом используете Европейский фонд МИРОТ с миллиардным бюджетом на проведение военных операций по всему миру Не проще ли эти деньги направить на помощь странам Африки и Средиземноморья, а не создавать гуманитарную катастрофу? Что получили по факту? Почему-то снабжать Украину оружием еврочиновники готовы, при этом их не пугает то, что это оружие уже возвращается в страны Евросоюза через черный рынок Такого поворота событий они не боятся, а вот объяснить принятое решение боятся, и на контакты готовы идти не все На письмо ответил лишь Петр Станов, ведущий пресс-секретарь Верховного представителя Евросоюза и Европейской службы внешней связи Скоро мы его разберем, а вот остальные не стали себя утруждать ответами Мы позвонили, но и телефоны молчат, лишь автоответчик После гудка, пожалуйста, запишите ваше сообщение Здравствуйте, меня зовут Богдан Петрашко, я журналист Белтеля радиокомпании белорусского телеканала Беларусь-1 В ближайшее время Европейский фонд мира окажет серьезную военно-финансовую помощь Украине Мы хотели бы услышать ваш комментарий на эту тему, однако никакого ответа до сих пор не получили Не могли бы вы все-таки прокомментировать ситуацию, мы ждем вашего ответа Все вопросы были направлены на вашу почту Мне иногда кажется, что еврочиновники работают для себя, а не для тех, кто живет в Евросоюзе Санкции возят с эффектом бумеранга, телефоны указывают, которые не отвечают Наши чиновники попробовали бы вот так не ответить На всякий случай оставлю здесь контакты, может кто-то захочет задать вопросы этим представителям Евросоюза Итак, к ответу Петра Стана, честно говоря, конкретики ноль, все написано общими словами и без пояснений Ну вот, например Европейский союз и его государство-члены единогласно решили, что мы будем помогать Украине защищаться от нелегитимной, не спровоцированной и жесткой агрессии, развязанной против украинского народа Путина, который лишает Украины и украинский народ права на существование Украинский народ борется за свою жизнь, за свою свободу, суверенитет, а также за европейские ценности и за соблюдение международного права Давайте уточню, европейские ценности — это размытое понятие, но многие в это вкладывают отсутствие гендера как такового, родитель один-два, однополые браки, нацизм, отсутствие свободы слова, отрицание другого мнения Например, Брейвик — идеальный европеец Андерс Беринг Брейвик — норвежский ультраправый террорист, националист, христианский фундаменталист, организатор и исполнитель взрыва в центре Осло и нападения на молодежный центр В результате терактов погибло 77 человек из 151 получили ранения, осужден на 21 год Брейвик признался в убийствах, но отказался считать их преступлением Он назвал свои действия ужасными, но необходимыми По сути, это то, что делает Европейский фонд мира Что касается борьбы Украины за соблюдение международного права, то здесь можно было бы рассмеяться И если бы не было, все так печально Приведу несколько моментов Артиллерийские обстрелы Донецка, в том числе снарядами натовского образца, первое Второе — обстрелы кассетными бомбами, начиненными запрещенными лепестками Которые незаметны и рассчитаны на то, чтобы калечить Активно начали применять несколько недель назад Международная общественность молчит Украина должна была утилизировать 6 млн лепестков согласно международной конвенции, подписанной в Осло в 2008 году Уничтожили 2 млн лепестков, 4 млн остались Почему ЕС не проверит, хранятся ли они по-прежнему на складах? А зверства в Мариуполе, прикрытие ВСУ мирняком, свидетельства тех, кто сумел бежать в Беларусь Об этом я рассказывала в прошлых программах, поэтому не надо господин Стана про международное право И кстати, где были ОБСЕ и ООН? Организации, которые должны привлекать внимание международной общественности к трагедии Донбасса Девятый год там идет война, но всех почему-то интересуют только дети Украины А как же Аллея Ангелов? Это другое? Евросоюз, как один из самых сильных и богатых блоков в мире, может справиться с негативными последствиями путинской войны И мы в состоянии обеспечить энергетическую и продовольственную безопасность наших граждан Не буду долго на этом останавливаться, все же в курсе, что в Европе уже не хватает каминов, дефицит дров, вырубают леса Экс-депутат правительства Германии очень хорошо об этом рассказал Выкупили все камины дровяные, дрова стали большим дефицитом, в прошлом году они никому не были нужны Сейчас начинают вырубать леса, куда смотрят наши зеленые Решение очень простое, откройте северный поток на полную мощность и подпишите долгосрочные контракты, которые Россия вам предлагала Но они не могут на это пойти, потому что это будет политический проигрыш и ущерб по репутации Ну, тогда их просто заставят подать в отставку, и это будет и политический, и личный проигрыш Вообще, я думаю, что тех, кто загнал нашу страну за такой короткий срок в такой тупик, ну, я думаю, что их будут судить со временем Петер, наверное, просто не в курсе, что продукты на полках Литвы и Польши подорожали втридорога, как и топливо Поэтому нет, самый сильный и богатый блок в мире не способен справиться с последствиями санкций, которые сам вел против России и Беларуси Кроме того, мы также помогаем странам по всему миру, в основном в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии На которые негативно повлияла война Путина против Украины из-за того, что Россия незаконно блокирует украинские экспорт шиницы и зерна А также уничтожает и разграбляет этот товар в Украине Мне кажется, что когда Петер писал ответ, он думал, что в Беларуси отключен интернет Смотрите, Петер, мы же не в лесу живем Говорят, что украинское зерно никто не хочет покупать, считая его проклятым Интересно, почему? Наверное, потому что укронацисты периодами совсем путают в берегах Посмотрите на это Это скрин Харьковского паблика Под ним подпись «Лайк, чтобы все детки в России голодали» И да, нацизма на Украине нет Кстати, Египет отказался покупать украинское зерно, Ливан тоже А про то, как НАТО помогало и помогает Африке и Ближнему Востоку, пожалуй, знают все Ирак, Сирия, недавно Афганистану помогли, взялись за Украину Еще Петер заявил, что Европейский фонд мира не финансирует военные операции по всему миру Он финансирует меры и действия, поддерживающие мир и миростроительство в странах, которые просят нашей поддержки ЕС — это мирный проект, построенный на уважении правил и ценностей, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве То есть кроме войны на Украине фонд еще поддерживает и перевороты, и отмывает деньги Хорошее заявление Как сказал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, упало еще одно табу Впервые в своей истории ЕС предоставит летальное оружие третьей стране, имея в виду Украину Что выглядит более чем цинично, вооружают страну, которую нужно динацифицировать и демилитаризировать Из-за ярых правых взглядов и радикализма через фонд мира, организацию подконтрольную Европейскому совету То есть пало еще одно табу, это значит «долой все принципы и мораль» Все вместе — это оприходование денег европейских граждан У них спросили, хотят ли они платить за это Или, может, они хотят принять душ с теплой водой и не хотят учиться рубить дрова, уплачивая налоги своему государству А как граждане Европы относятся к тому, что неумышленно стали софинансировать украинских террористов из ВСУ Или это другое? А с вами была я, Ксения Лебедева, до встречи в следующей программе Субтитры создавал DimaTorzok